Привет, дорогие! Ну а в данном ролике будет очень много субъективщины. Это топ. А топа я вообще не люблю. Но так как вы их часто просите, я решил сегодня придумать что-то оригинальное. Мы все с вами любим особенно какие-то крайние серии или финальные, или мид-финальные. В последние годы продюсеры только в них как бы и запихивают хоть что-то интересное. Другие серии обычно являются так называемыми филерными или наполнителями. В них обычно не происходит стрессовых двигающих сюжет событий. Они обычно наполнены диалогами или нужны для раскрытия отдельных персонажей или их прошлого. Какие-то из них бывают конечно полным дном, как 90% серии 8 сезона. Некоторые буквально заставляют смотреть проект с придыханием, как например почти все серии 2 сезона. В этом ролике я специально не хотел отбирать целые серии. Это будет топ моих любимых филерных моментов, которые были в проекте за 9 лет. Я специально здесь не хочу делать упор на очень известных сериях, их вы и так знаете. Здесь я хочу вспомнить те ситуации между героями, которые многие из вас, да и я если честно, почти забыли. Но на тот момент они были прекрасны, да и сейчас интересно смотрятся. Итак, поехали. Десятое место и это предыстория Дэрила. Я был младше нее, когда потерялся. Девять дней в лесу, ел ягоды и вытирал задницу ядовитым дубом. В третьей серии 2 сезона, которую кстати написал Скотт Гимпл, Андреа и Дэрил пошли искать Софию и у них там случился очень, на мой взгляд, интересный по нынешним временам разговор. Оказывается, Скотт Гимпл когда-то хорошо относился к Дэрилу и даже пытался сделать его объемным. Что же дальше с тобой случилось, Скотти? Нам дают понять, почему Дэрил кажется до сих пор является самым подготовленным к новому миру. Оказывается, он уже терялся в лесу, причем в очень юном возрасте. Мой старик бухкал с какой-то официанткой. Мэрл мотал очередной срок в колонии для несовершеннолетних. Он даже не знал, что я пропал, но я смог вернуться. А еще оказывается, у Дэрила когда-то было даже чувство юмора. Только задница чесалась ужасно. Прости, прости, это ужасная история. Сейчас это кажется даже забавным. Еще становится ясно, что Дэрил, в отличие от того же Шейна, изначально был хорошим человеком, несмотря на условия, в которых рос. Разница в том, что Софию ищут. Я считаю это преимущество. Я хочу на это же место поставить еще один филер, уже на этот раз, с галлюцинациями Дэрила с Мерлом. Я столько лет потратил, чтобы вырастить из тебя мужика. И вот чего я добился. Ты посмотри на себя. Валяешься в грязи, как выброшенный мусор. Перед этим его сбросила лошадь, и стрела воткнулась в бок. Кстати, после этого Дэрил ни разу не садился на лошадь. Из этого шикарнейшего диалога мы еще более убеждаемся, что брат был для Дэрила, и отцом и матерью, и фактически именно он и сделал из него того, кто он сейчас. Ты теперь его сучка? Я не чья сучка. И насмешка, вот ты кто. Стал шестеркой в сборище слабаков, нигеров и демократов. Девятое место – это сексистские разговоры с Шейной и Рикой про женщин. Я изучил тебя как свои пять пальцев, Шейн, и знаю, что есть один стопудовый способ разговорить с тебя. Это начать спрашивать тебя о девушках, с которыми ты переспал в школе. Сегодня вы вряд ли такое видите на проекте. С приходом Анжелы Канг шоу стало еще более стерильным, феминистским, толерантным в конце концов. Наверное, это и правильно. Но мне, например, сейчас очень весело слышать, что Рик когда-то мог подкалывать Шейна про его женщин, говоря, что именно так он его может всегда разговорить. Это живые, раскрывающие персонажи диалоги, талант делать которые сегодня сценаристы почти растеряли. Все больше подменяя человечность надменной пафосностью. Вам не стоит злить быка, согласно? Разговор кончен, пошли. Нет, нет, ты не обязан. Не указывай мне, да я буду указывать. Все думают, и наверное, скорее всего это правильно, что Шейн был все-таки отрицательным персонажем. Но были в нем и человеческие черты, делающие его запоминающимся. Это одна из них. Несомненно, Шейн здесь поступил по-мужски. Ему также нужно было на ком-то тогда согнать и злость, потому что выяснилось, что все его надежды на Лори разбились в пыль. И мудак буквально сам оказался в нужном месте. Но Шейн молодец. У меня в принципе, когда я думаю о положительных чертах Шейна, всегда приходит в первую очередь этот момент. Ну друзья, неужели у вас, когда вы смотрели, как Шейн вытирал кровь Карла с лица Рика, не тронул ни один мускул? Я не знаю, игра ли это Шейна, но мне кажется, в этот конкретный момент Шейн действительно ощущал Рика своим братом. А дальше были еще больше братских разговоров про то, что вместо Карла там должен был быть Рик. Про то, что Рик уже был на его месте ранее, когда его ранили. Про то, как Шейн его остановил, если бы Рик надумал уйти. Странная женщина в лесу. Когда я пересматривал этот момент сегодня, то он мне даже показался даже не очень важным. Но мне почему-то очень жаль всегда была эту женщину. Она и ее муж собирались в медовый месяц, когда начался кошмар. И в самый нужный момент пересадочный рейс отменили. Потом мы узнаем, что она даже никогда никого не убивала, кроме себя. Мишан, я хочу, чтобы ты знала. Пенни, моя дочь, она была мертва. Теперь я это знаю. И я не хочу причинять вам боль. Я не хочу насилия. Мне нужна тюрьма и все. Со мной люди, которых я должен уберечь. И вы двое мне поможете в этом. Никому не надо умирать. Я не знаю до сих пор до конца, правда ли тогда говорил губернатор. Я почему-то ему верю, когда он говорит Мишану Хершелу, что не хочет больше насилия. Я верю ему, когда он говорит Мишану, что теперь он понял, что его дочь была мертва. И теперь у них нет разногласий. Губернатор! Не называй меня так. Обратите внимание, как Филиппу Блейку даже не нравится, что Хершел называет его губернатором. Это важный знак по изменению этого персонажа. Но в то же время я верю и в то, что Филипп Блейк был глубоко раненым человеком, поэтому его коробочка иногда давала сбой. И поэтому он тогда отрубил голову Хершелу. Хотя я думаю, что он правда ранее не хотел этого делать. Но что-то у него мозгу переключилось в какой-то момент. Теперь с ним опасно. Он скрыл такое от нас. У нас нет транспорта. Никто пешком не пойдет. Не паникуй. Надо идти сейчас. Никто никуда не пойдет. Сделай что-нибудь. Я все делаю. Держу группу вместе. Мы живы. Я делал это несмотря ни на что. Я не напрашивался. Первое появление так называемого ректаторства. Здесь больше нет демократии. Кто не хочет слушаться, могут проваливать. Я убил лучшего друга ради вас, черт. Может, вам будет лучше без меня. Валяйте. Я говорю вам, что место есть. Но может, это пустая мечта. Идите, вон выход. Можете лучше? Так давайте посмотрим. Не хотите? Ладно. Но усвойте одно. Вы останетесь. Демократии больше не будет. И, наверное, это первое, по-настоящему, лидерское решение Рика после убийства его друга Шейна. Рик осмелел. Озверел даже, можно сказать. Он взял даже что-то от Шейна. И здесь мы видим действительно иного Рика, чем заплаканного и испуганного отца, прибежавшего с раненым Карлом в дом Хершела в первых сериях. Это уже Рик с яйцами. Кэрол. Эй-эй-эй-эй. Как ты? Иди сюда. Поверь, мне жаль твою девочку. Когда я открыл хлев, я не знал. Если бы знал, все думают, что я хотел защитить всех. Я не думал, что она там. Нет. Вот уж неожиданный дуэт. Это уже второе их взаимодействие после того, как Шейн набил морду ее уроду. Шейн здесь искренен, когда ее утешает. Я ему верю про слова Софии. Да, он был груб ранее, когда говорил, что София уже мертва. Ее искать дело, скорее всего, проигрышное. Но, так или иначе, он оказался прав здесь. Это роза Чирокки. Когда американские солдаты прогоняли индейцев с их земель, и те шли по дороге слез. Матери Чирокки горевали, потому что в пути они теряли своих детей от отсутствия крова, болезней и голода. И старшие стали молиться. Они просили подать знак, чтобы поднять дух матерей. На следующий день эти розы начали расти там, куда падали материнские слезы. Я не такой дурак, чтобы думать, что какие-то цветы могут зацвести для моего брата. Но я верю, что этот цветок расцвел для твоей дочки. Честно говоря, даже комментировать ничего здесь не хочется. Я опять лишь замечу, что Дэрил тогда и сейчас это два разных человека. В детстве я как-то спросил деда, убивал ли он немцев на войне. Он не ответил. Сказал, это для взрослых. Когда я спросил, пытались ли немцы убить его, но он вдруг затих. Сказал, что умер, как только ступил на вражескую территорию. Просыпался каждый день и говорил себе, покойся с миром, теперь вставай и иди воюй. Пару лет прикидываясь мертвым, он выбрался живым. Вот в чем фокус, мне кажется. Нужно делать, что приходится. И тогда будем жить. Мы говорим себе, что мы ходячие мертвецы. Рик впервые, кажется, рассказал о своих родственниках до апокалипсиса, о своем деде, который воевал во Второй Мировой. Там он уже изначально воспринимал себя мертвым, потому что он был на вражеской территории и был готов умереть в любой момент. Так или иначе, люди Рика, по его словам, должны уже сейчас воспринимать себя как мертвецы, чтобы суметь выжить здесь. И будь что будет. Но это все на данный момент. Это был чисто мой топ тех интересных филеров, которые вы обычно можете даже не запомнить. И самое интересное, что я заметил, что самые крутые идеологии, как бы это ни было странно, были написаны как раз таки во втором сезоне. Самые крутые по раскрытию персонажей, где раскрывались Шейн, Рик, Дэрил. Хотя раньше я почему-то очень сомнительно относился к второму сезону, считая его скорее затянутым. Но сегодня он воспринимается совершенно иначе. Возможно, здесь проявляется игра контрастов, когда мы смотрели последние два года очень, мягко скажем, плохое шоу. И сегодня на фоне его даже второй, первый, третий сезоны кажутся каким-то золотом. Но, мне кажется, все-таки они действительно были очень хорошо написаны и очень классно поставлены. Несмотря на какие-то явные косяки, которые я уже давно видел в ютубе, которые люди подмечали. Ну что ж, спасибо, что посмотрели. Делитесь этим роликом. Удачи, всех благ. Ну и, конечно же, да пребудет с вами сила великого Нигана. Всех благ и удачи. Пока.